Проказательство того, что в данных двух областях применение технически возможно и экономически эффективно применение данной технологии, использование уже разработанных исследований Канады, Сингапура и доступных в свободном доступе Канады, Сингапура и Европейского Союза позволит уже получить какой-то базис и начать не с нуля, применить эти лучшие практики. И, соответственно, благодаря этому достичь того, что время подтверждения транзакций существенно будет сокращено, в то время как их скорость проведения и стоимость в связи с исключением посредников, а также исключением необходимости проведения механических операций будет также снижена. Также одним из эффектов внедрения этого позволит существенно увеличить потенциальную базу людей, которым доступны банковские услуги и, в частности, услуги по переводу. Говоря о втором, то есть о транспорте и хранении, которое так называется в соответствии с КВЭДом, мы хотели бы рассмотреть четыре кейса применения, которые уже имеют либо пилоты, которые внедряются в отечественных компаниях, либо же доказанную базу о том, что они экономически несут экономическую прибыль, либо же сокращают какие-либо издержки для компаний. Прежде всего, мы говорим о переводе сопроводительного документа оборота и отслеживании грузов на систему распределенного реестра для того, чтобы обеспечить сокращение издержек в части документального сопровождения, расходов на обеспечение консаментами грузов и так далее. Говорим об отслеживании происхождения запасных частей и отдельных элементов транспортных средств для того, чтобы сократить количество поступающих паркованных частей к конечному потребителю, для того, чтобы сокращать, благодаря внедрению системы распределенного реестра, расходы на обслуживание подвижного состава и транспортных средств, которые используются в данной отрасли. Мы говорим о создании и интеграции решений на базе систем распределенного реестра в бронирование билетов. Почему мы говорим именно об этой сфере? Потому что на данный момент отечественные компании не способны выделить достаточное количество средств на организацию данных систем. И в этой части государство может стать одним из организаторов разработки и внедрения данных систем, что позволит достичь не только экономических эффектов для самих компаний, но еще и социального эффекта для всех жителей страны в части. Сокращение стоимости билетов на перевозку, на перемещение и на перевозку каких-то грузов. Говорим о внедрении системы распределенного реестра в управление складскими запасами, для сокращения расходов на их обслуживание и для оптимизации поставок в таких отраслях, как автовая и разочная торговля и производственных отраслях. С точки зрения внедрения технологии в государственный сектор, в первую очередь мы говорим о внедрении технологии в государственные информационные системы. По факту основная задача этих систем – это хранение и обмен данными. И именно здесь возможно достижение ключевых эффектов от технологии распределенного реестра. Сегодня уже существуют примеры, подтверждающие экономическую эффективность использования технологии для данных целей. Например, земельный кадастр в Грузии компании X-Zonum был полностью переведен на технологию распределенного реестра, что и подтверждено, что данная технология позволяет сократить административные расходы на предоставление данной услуги до 90%, а скорость предоставления с 3-5 рабочих дней до менее чем 1. Помимо этого, данный проект будет являться стимулом и драйвером внедрения технологии во всех других отраслях в связи с необходимостью интеграции и получения возможности получать государственные услуги с той скоростью, с той эффективностью, которая возможна благодаря технологии распределенного реестра. Также мы говорим о том, что данная технология обладает высоким потенциалом применения в голосовании и процессах местного самоуправления, благодаря тому, что процесс принятия решения будет автоматизирован за счет использования смарт-контрактов, а все результаты гарантированы неизменными и невозможностью их подделки уже после того, как люди проголосовали. Это позволит существенно увеличить уровень доверия к любым процессам голосования и местного самоуправления. Говоря о потребностях здравоохранения в системах распределенных реестра, мы хотели бы отметить отдельно ГИС, который используется в отечественном здравоохранении и его потребности на перевод его основы на систему распределенного реестра. Для того, чтобы медицинские организации смогли более эффективно обмениваться информацией и взаимодействовать в рамках предоставления медицинских услуг. Это позволит достичь как экономического эффекта для всей отрасли, так и социального эффекта, который будет получен в результате повышения доверия населения к предоставляемым услугам и в части введения информации о предоставляемых медицинских услугах. Вторым же проектом в этой отрасли является создание системы отслеживания контрафактной продукции и употребления медицинских препаратов. Данная система сейчас разрабатывается федеральным агентством, которое контролирует оборот медицинских средств. И здесь применение системы распределенного реестра обеспечит наивысшую прозрачность процессов по перемещению медицинских средств и по отслеживанию и употреблению этих медицинских средств населением Российской Федерации. Говоря об обрабатывающем производстве, прежде всего мы говорим о потребности автоматизации документа оборота между участниками, которые взаимодействуют на этом рынке, между субподрядчиками, между подрядчиками, которые предоставляют услуги и взаимодействуют в рамках, например, добычи сырья или его обработки. Здесь основной экономический эффект будет получен в результате автоматизации процессов разбора споров между субподрядчиками, на которые сейчас в отрасли тратятся гигантские суммы. Далее мы говорим об отслеживании поставок и качеству поставляемого сырья, которое вырабатывается и обрабатывается в этой промышленности. Здесь также наибольший эффект будет получен в результате подключения наибольшего количества компаний, которые предоставляют это сырье, и в результате обеспечения прозрачность всех цепей поставок. На этом мы, собственно говоря, заканчиваем. Да, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!